Сразу четыре управленца из Чувашии вышли в финал конкурса «Лидеры России». Это рекордный результат. В двух предыдущих сезонах флагманского конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей» до финальных испытаний добирались лишь по одному представителю республики. Что пришлось преодолеть управленцам при Волже на окружном полуфинале в Нижнем Новгороде в материале моих коллег Ирины Волковой и Андрея Шоклева. Я готов сделать проект, который изменит жизнь. Моего региона, конечно же, Чувашия. Хотелось бы поработать на благо региона в первую очередь. Хочешь изменить мир – начни со своего региона, уверен Дмитрий Сорокин. К слову, самый молодой полуфиналист из 15-ти представляющих Чувашию. Я большой специалист именно по экономике. У меня два образования, и я работаю экономистом всю свою жизнь. Хотелось бы помочь, попытаться как-то решить экономические проблемы людей в Чувашии. У меня есть по этому поводу множество идей. Стремящихся изменить мир или себя и непременно к лучшему на полуфинале в Нижнем Новгороде 282 человека. Хотя для участия в конкурсе в Приволжском округе заявились почти 42 тысячи управленцев. Они дистанционно через тесты проявляли себя как лидеры. До полуфинала дошли лишь 315. А первые очные испытания ретест отсеяло еще 23 человека. Вы уже прошли серьезный многосторонний отбор и показали свою высокую квалификацию, уровень знаний и управленческие способности. Вы уже сейчас являетесь серьезным кадром, резервом для всех уровней управления. Каждая пятая заявка из поступивших на конкурс пришла именно из Приволжского федерального округа. Около 42 тысяч заявок. Интерес к конкурсу растет вообще. Появляются новые участники из новых сфер. Мы точно знаем, что спрос на управленцев в сфере науки тоже очень высок, как и во многих других отраслях. Полуфинал это решение кейсов. Каких? Секрет. Рассказывать о них запрещено. Иначе дисквалификация. Подробности рассказывать я не имею права. Могу сказать только это игровая ситуация, где у каждого участника есть определенная роль. И он в рамках этой роли предлагает какое-то решение. Потом идет командная работа. И результатом деятельности команды является презентация. За два дня участники несколько раз меняют команды. Когда за столом 10 управленцев вычислить среди них настоящего лидера. Задачи экспертов. Они непрестанно отслеживают каждого участника. Как организовать процесс. Как обеспечить сотрудничество в команде. Как принимать решения. Как обеспечить взаимодействие в команде. Ну так далее. То есть мы здесь смотрим даже не столько на результат, сколько на то, как человек достигает это. За счет чего. Управленцы не привыкли отступать. И раз за разом штурмуют конкурс. Яков Петров в полуфинале второй год подряд. Его ликотека для детей со смертельными диагнозами. зародилась в рамках прошлогоднего задания «Сердце лидера». Для детей с палеотивными диагнозами мы организовываем встречи этих детей с просмотрами фильмов и встречами с известными людьми. Мы устроим маленькие чаепития, просмотры фильмов и развлекательную программу для этих детей. Так что проект фонда «Ани Чижовой» живет. И я надеюсь, что будет жить. Мы ищем новых волонтеров, новых спонсоров и меценатов для того, чтобы помочь нашим деткам из Чувашии почувствовать себя полноценными детьми. Социальный проект так и остался обязательным условием для финалистов. Их в этом сезоне объявили в завершении второго дня испытаний. В тридцатку лучших по округу от Чувашии впервые прошли сразу четыре управленца. Депутат Госсовета Григорий Данилов, руководитель электрических сетей Иван Казанбаев и ныне москвичи с чебоксарскими корнями, банковский управляющий Александр Гатин и профайлер Илья Степанов. Почная встреча финалистов со всех округов России будет в конце марта в Сочи. Каждый получит миллион на образование, а топ-100 наставников на год из числа ведущих управленцев страны. Ирина Волкова, Андрей Шоклев из Нижнего Новгорода.